Голодная аппаратура Могли бы сказать несколько слов просто Это образец 1942 года Это тот самый образец, который он контролирует Можно еще раз? Ну пожалуйста Пистолет-пулемет Михаила Тимофеевича Калашникова 1942 года Образец изготовлен в Казахстане, в Алмата Проходил полигонные испытания в 1943 году Мы получили, наш музей получил этот образец в 1960 году И с тех пор мы храним любовно наш музей Пистолет-пулемет Михаила Тимофеевича Пистолет-пулемет Михаила Тимофеевича Пистолет-пулемет Михаила Тимофеевича They had just one question Спасибо. The next one will have a tag, so we'll have to have him see what the number is. Some of the later ones we can do more quickly. Maybe where it's just the sight is different or something. Please write. Pistole-pullet Micheal Timofeyevich Kalašnikov, 1947. Just in the same shape. He made two variants. The pattern of 7,62mm caliber, our traditional pistol caliber, and the new pattern of 9mm. The difference is only in the configuration of the pattern, and the difference between the length and the weight of the pistol-pullet. So, we have such three variants, two identical to 9mm, and 1,762mm. They also had polygond trials. They were not accepted. The serial number is 57 slash 139. Do you want the other side or does it matter? This is not necessarily on that. Okay, so when I try to turn and stop these... Okay. Might get a second of it without the tag on it. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В этом образце он использовал систему автоматики, разработанную им в 1944 году. Но, как видите, оформлено как автомат, по западной терминологии «Assault Rifle» – штурмовая винтовка. Это его первая работа, и там стоит номер один. 1946 год. Да, эта пылинка ничего не значит. Главное, чтобы он спонат получился. Да, щетка там местная. Да. На верхнем месте находится АК-46 номер 1, если вы хотите это. Да, мы будем пытаться сделать это, после того, чтобы мы сделаем другую сторону. Для того, чтобы было видно, как чисто, должна быть одна пылинка. Скажите ему, что эта пылинка будет улучшать качество съемки самого автомата. А это для нас самое главное. Он говорит, что это single спекка и сдасты. Он будет максимум пыли, что всё равно ничего. Без нигде. Угу. Значит, вы должны уйти на эту пыли. Поехали, что они у вас будут. Угу. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Атомат не был принят на вооружение, был рекомендованно доработать его, что Михаил Тимофеевич и сделал в очередном образце 47-го года. Но этих образцов у нас три, номер один, номер два, номер три. Это очень ценные экспонаты нашей коллекции в Михаил Тимофеевича Калашникова. Только у нас хранятся, больше не видно. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тимофеевича Калашникова. Субтитры сделал DimaTorzok 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 You're rolling. Это номер два. Можно несколько слов? Номер два автомат Калашникова, тоже 46-го года, отличается от номера один устройством рукоятки перезаряжения. При неполной разборке рукоятка остается на ствольной коробке. Вот все отличие. Субтитры создавал DimaTorzok Точно такое же устройство, вот в данном случае это пехотный вариант или мотострелковых частей, точно такое же устройство имеется у нас с открытым прикладом для десантных войск, для ВДВ. Тот имеет номер три. И на этом серии 46-го года автоматы его работы у нас заканчиваются. Всего три единицы. И хранятся только в нашем музее. Два ноль. Пользу нас. Два. Продолжение следует... Продолжение следует... Продвижная часть поршин, шток соединен с затворной рамой. Изменена форма мушки. Перенесено предохранитель и переводчик с левой стороны на правую. И переводчик одновременно выполняет функцию предохранителя. Одним словом, вот этот образец является прообразом автомата Калашникова, принятого на вооружение в 1949 году. Это первая этапная его работа. Собственно, этот образец, немножко видоизмененного варианта, и победил на конкурсах последующих испытаний 1948 года. И был подтвержден в 1949 году. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я думаю, это мало. Еще давай. Если короткий, то он не упрет. Перед вами окончательный вариант АК-47. Видите, то, что вы видели там, оформление цевья, приклада, внешний вид, прицел на 800 метров. Принимается автомат без штыка, утверждается правительством. И названо АК-47. Вот то, что уже знает весь мир. Штампо-сварная ствольная коробка. Ну, все остальное и подвижные части, как я сказал, устроены как в предыдущем образце. Начиная с АК-47. Вот этапная его работа. Вот это вылилось в окончательном варианте, утвержденное и принятое на вооружение советской армии в 1949 году. И образец этот уже, можно сказать, идет серийно с 1949 года до начала 50-х годов, когда были изменены технологические моменты изготовления автомата и принятие штыка. Ну, этот образец мы посмотрим в следующий вариант. Это первая производительная модель АК-47. Это не имеет байонет, и было доступно в 1929 году. И без байонет, это действительно идентичатка к эксперименталу АК-47. Это было доступно в 1929 году. Это было доступно в 1929 году, когда компоненты были модифицированы и байонет были добавлены. Это были в описании с некоторыми словами. Это было ... Наш текст мы не выглядели, 그렇게 появились Razan из Снимать по 90 градусов. А здесь наклон? Нет, это просто отражение опять мешает. Нет, наклон я чувствую. Нет, наклон они устроили нарочно, чтобы уменьшить отражение света. В прошлый раз лонжет руб синий был немножко в ту сторону. Сейчас он упал на эти градусы, поэтому они света перестали. Это не значительно. Вплот, вплот, вплот. Вплот, вплот. Вплот, вплот. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Есть еще два варианта, но мы избрали с вами еще второй вариант, третий оставили. Там одна ножка. Вот вся разница, больше никаких разницы никакой нет. Все остальное устройство как в АК-47. The only basic difference between this experimental model and the АК-47 is the monopod which extends out of the front handle. А это как хотят. В сложенном виде, если хотят, так Андрей перейдет. Да, можно. Можно, да? Можно наполовину убрать или... Полностью. Полностью? Полностью. Сначала один, потом второй. Вот так. Да, слушаю. Алло. Да. Примерно на середине работы. Васильев. Андрей, дай мне ручку. Ага. Два тридцать два. Два тридцать два. Вот еще один вариант. Складная сошка. Тоже из серии на базе АК-47. Еще третья у нас там сошка в две тоненькие. А вот в данном случае одна сошка такая выдвижная. Она складывается на цевьё с походным положением. Но это все не было принято на вооружение. Это все экспериментальные образцы. Теперь нужно с ноженым. Сошкой с ноженым. Сошкой с ноженым. Что там? Владимир Егорович, что там? Владимир Егорович. Владимир Егорович. Владимир Егорович. Владимир Егорович. Владимир Егорович. Продолжение следует... Продолжение следует... В первую очередь нужно указать на фрезерованную ствольную коробку взамен штампона сварной, которая была АК-47. Это первое самое главное отличие. Затем штык. Штык крепится, значит, во-первых, клинковый штык и крепление в двух точках. Дульная часть около мушки и прилив на нижней части ствола. Затем еще отличие одно, так что угадывается внешне, это соединение ствольной коробки с прикладом. Вот этот переход от прогрессивного метода штампона сварной ствольной коробки на новый технологический вариант, а именно фрезерованная ствольная коробка, это, очевидно, связано с производственными возможностями нашей страны в то время. Мы ее датируем так, 51-й год, ну, самое начало 50-х годов. Это у нас единственный образец, опытный. К сожалению, дата на него не стоит. Михаил Тимофеевич мне не сказал, не успел сказать. Ему сам плохо помнят уже все эти переходы. Но это интересный опытный образец у нас. Вот переход от АК-47 со штампованной ствольной коробки на фрезерованную. Это модель dates from the early 1950s, perhaps 1951. Its receiver is now made of machine steel, as opposed to stamped. Its bayonet is affixed in two places, to the muzzle itself by the rim, and also to the slot to the bayonet lug. Образовавшаяся, да. Kingsае ли ты обработал since belязать, а разъяснили, вероятно. Постали на фрезерованностьуляhedя такостебна в качестве стадия ст– Машиненцил, ощеombian peers этой резколики на квадрате ствольной ствольной цвольнойتيам. Через и trásną yards поступ out. Тогда хрустется датом пас Faith Mah기�� и затatinка ствольной ствольной ствольнойинат при отключении бух Money- Это часто быликатом, как истинник ствольной ствольной ст呓или дерево. Продолжение следует... 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 Адеть нужно, адеть. Хорошо. Хорошо. Держи. Держи руки. Хорошо. 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 Показать рожку. Поверьте сюда. Okay? 66-41-1953. Yes. This is a 1953 model. 60-41-1953. The... Okay. Okay. That's actually quite aware of it. Film it again. Okay. Oh, that guy's... Do you want me to talk a little bit more? Can we get a difference? Yes. No, it's just... It's just... It's been very wrong. Okay. Where... What are these numbers here? These are serial numbers? Yeah. Uh... The other way. I'll put the inventory number and serial number if I use, you know... Yeah. Okay. So you'll get more credit for them. You know, put... The thing, and then... It's actually over at that chair. Okay. The other way. How long would the noise be like to last on one of those? Uh-huh. Not very long. What do you mean last? It's got a wiper's... Wipes in it. Uh... The load goes through. Rubber discs. They wear out pretty fast. Yeah. Both of the bullets going by and the hot gas... The flame coming out. Is that a three-and-tonged thing? The assault weapon? Yes. Yeah. Yeah. A fire-wiper put you going to be silent. Mr. Michael is not a sneaky mental. Okay. У англичан имя «Пенси» – это распространенное имя? «Пенси» Перед данным образцов, являющимся продолжением из той серии опытных образцов, где пытались применить сошки различных устройств. Мы уже посмотрели, в данном случае легкие проволочные сошки складные для удобства стрельбы с упором по наземным целям. Вот вся разница от образца, который мы рассмотрели, с фрезерованной ствольной коробкой. Больше никаких отличий нет. И, опять же, с машинной машины, с машинной машины, нет никакой отличий от этого модели и с машинной машины. И, опять же, с машинной машины. Перед вами обычная АК-47 с фрезерованной ствольной коробкой, но с глушителем выстрела. Глушители известны давно. Русский конструктор Друганов предлагал в 1905 году. Были и немецкие предложения. А промышленное производство были сына Хайрама Максима. Пенси. Максим. Вот, 1909 год. Основанный на интерференции звука. Так что, в смысле глушителя звука здесь ничего нового изобретения нет, а просто поставлено на автомат. Они появились в 50-х годах. И ставятся и на АК-47, и на АК-1, и на все другие модели. Так что ничего другого нет. Это просто мы показываем модель с глушителем звука. Кстати, пенсия довольно редкая. Да. По-моему, редкая. Друг, вы�ли. Я жди, у меня не много. Удаля? 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 Друг, это хитр suas одни. Удаля? Удаля? Какой-то, мое. Да. Нормально? Хорошо. Очень хорошо. Доброе утро! С появлением инфракрасных приборов ночного видения, стали их ставить на автомат Калашникова АК-47. Перед нами НСП-2, прибор для ночной стрельбы, инфракрасный. Вот, имеется с левой стороны специальный кронштейн для крепления, и впереди, значит, идет батарейка, она под стволом там расположена. Это один из первых приборов, которые ставились на АК-47. В каком году? Это 50-е годы, вообще пошли. А в данном случае сам прибор этот изготовлен в 1961 году. Но это не имеет значения, так сказать, серия нашла раньше. 50-е годы. НСП-2. 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 НСП-3. НСП-2. 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 Но он без цевья, рядом лежит такой же целый целый целый. Ну, это у меня положили там специально, потому что он имеет соответствующие отличия. Ну да, другое. Другое, другое. Замени, замени. Разокомплектованное. Замени, у нас там утрачено. А это убрать там снизу, там штук, штук. Что мы говорим? Да, я просто вижу, что это очень стирно. Это хорошо. Хорошо. После того, что я хочу сделать, то, что я хочу сделать, то, что я хочу узнать, то, что он хочет в виде фотографий Джонсона. Что именно в области оружия Джонсона вам нужно? Джонсона? Да. В пулемет? Пулемет ручной. Знаменитый. Которого у нас нет. А книжка у меня его есть. Приезд в бок. Я буду вступать в здесь, и я буду отнимать этот сайт. И, Эйвен, что я хочу сделать, то, что я хочу сделать, то, что я поставлю сайт-ассемблой к вам. И тогда мы можем просто посмотреть на фрайфул. Но я хочу, чтобы... Это американское проришение. У всех проришек, у Майкла. Майкла, я сразу отвечаю, что он не американец. Падает, падает. Мне надо зажать. Пожалуйста, пожалуйста, по-русски. А по-английски по-гручей? Что, please? Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, в данном случае еще измененный прицел. Он поставлен косо, отличается от АК-47. Вот это основные отличия. Значит, штампованная ствольная коробка и крышка ствольной коробки тоже штампованная, облегченная. Это основное отличие. Было принято на вооружение это советское правительство в 1959 году под названием АКМ, автомат Калашникова, модернизированный. Продолжение следует... 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 В данном случае автомат АК имеет компенсатор. Мы должны были снимать раньше другие автоматы, поэтому там компенсатор есть, который появился позже, после 59-го года, в начале 60-х годов. В данном случае главное отличие, что монтируется снизу гранатомет под названием 6Г-15. Она была спроектирована в проектно-концентрическом бюро Калашникова. А это, вот таких сведений у нас нет. Думаю, что нет. Думаю, что нет. Но у нас, к сожалению, нет. Теперь нужно будет потом им снять это. Я думаю, что просто времени хватает. А? Времени хватает. Времени, да? Ну хорошо. Вы три должны закончить или уже все упаковаться? Ну, упаковаться? Значит, нужно раньше закончить. Что говоришь? Нет, мы просто говорим о том, когда будет время, чтобы остановиться, потому что у вас нужно пакать и все. Резинка на прикладе. Я подготовил им хорошие, они дам не сняли. И как там есть, время поживает. Время поживает. Хорошо? Мы это уже Kabbalik, так и все. Времени. Хорошо. 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 Продолжение следует... 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 Вот вся разница с основным образцом АК-74. Шортен. Укороченный. АК-74У укороченный, но шортен. Помогите ерунку сложить. А, есть. Щелк. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Слева направо, да. Слева направо более маркетинзированная штыки. Maybe just move them all down a little bit. They're going in ascending order from left to right? That's correct. Yeah, so you're going to have to make some space on the rightmost, because here's the latest version. Okay. 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 Two. Two. One. 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 Three. One. 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 The one. The one. The one. 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 The other one. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...